Здарова! Я смотрю сейчас в окно и там куча деревьев, которые просто сгибаются и сумасшедший шторм, к сожалению, на этих выходных проходит. Завтра к шторму и сильному ветру прибавится еще и дождь, поэтому тестирование новой обуви, велотуфлей для Камилы откладывается. Но видео мы уже все сняли, распаковка и прочее тестирование. Однако на следующей неделе будет отличная просто погода, 11 градусов, солнце и определенно снимем пару видосиков для вас. Но название данного видео было мотивировано или навеяно просмотром видео ОМТВ, кажется это было. И да, там вот говорили про строгих или что-то радикальных русофобов, и мне показалось строгие русофобы, типа, да, веганов называют иногда строгими вегетарианцами. Тоже имеет, это имеет смысл, вроде как раньше вегетарианцы это были люди, которые вот отказываются от как раз молочки, там, яйца и прочее. Потом они стали там, кто-то рыбу стал есть, кто-то молочку и прочее. Все это смешалось, в итоге остались веганы верные. Идеи, соответственно, за всеми остальными идеи не стояла, а какая-то, да, диета. Но о чем сегодняшнее видео, в принципе, хотел, конечно же, кроме того, как поболтать, какими-то мыслями более-менее ценными поделиться про новости. Новости я делал, про охотника рассказал и про сеть магазинов из России, которая в Германии появилась. К сожалению, практически, по-моему, ни одного не было комментария про эту сеть, торг-сервис. Комментариев в видео набрало просто гигантское количество. Я, в том числе, конечно, участвовал в комментировании. И там просто какие-то полотна текста менее или более конструктивного. И в итоге, да, к сожалению, комментариев дофигища. Видео не самое популярное. Комментариев, однако, больше, чем на видео про новую систему Red или какие-то другие велосипедные плюшки. То есть, там более-менее тема такая контрастирующая, противоречивая, комментариев больше. Это то, что мне нравится. Пускай это видео не набрало больше тысячи просмотров. Возможно, когда-нибудь наберет. Но это абсолютно неважно. Я провел, на мой взгляд, несколько конструктивных разговоров. И, в том числе, вот снимаю это видео. И, в основном, конечно, я задел всякие паттерны, всякие образы жизни людей. У кого-то в знакомых оказались охотники, у кого-то дети оказались. И все это люди принимают на личный счет. То есть, я вот им, людям, у которых есть дети, говорю не. Это плохо иметь детей. Ну, возможно, меня так воспринимают. Хотя, мой посыл абсолютно другой. Возможно, он на интеллектуальном уровне. Не совсем его можно взять с собой и утащить домой. Но, да, такой, какой есть. Если я как-то вещи сложные или двузначно, многозначно объясняю, то есть, возможно, различные интерпретации, обязательно переспросите в комментариях. Это абсолютно возможно. В том числе, я совершенно дружелюбно предлагал консультацию по самым разным вопросам. То есть, там я определил у человека, что он борется со своим когнитивным диссонансом. И все это расписал им и так далее. После этого он написал мне, что такое диссонанс. И да у тебя у самого диссонанс. Типа, what the fuck, чувак? Если ты просто не знаешь, что это такое, переспроси. Без проблем. Я объясню, в том числе, бесплатно. Если хочешь быстрое объяснение, то, конечно же, используя Патреон или бизнес-почту, соответственно, все это уже объяснял. Все, кто хочет, в принципе, уже имеют возможность получить консультацию, общение и прочее со мной. Сегодня было, в том числе, два видео, звонка через один из Патреон. Да, Николай, привет. Другой не через Патреон. То есть, мы связались там по почте. И да, Игорь, тоже привет. И да, то есть, это все возможно. Конструктивно пообщались. Не только по теме, причем, как мне показалось. И общение определенно продолжится. И да, кому все это интересно, конечно, можете меня тоже зарезервировать. Конечно, задел вот, видимо, людей или они подумали. Но, как по мне, я просто видео целиком даже не смотрел. Хотя мы там прибавили такую картинку или такой небольшой сюжет, вставку с Камилой. Там немножко креативности, творчества, всяких вставок я сейчас люблю делать. Видео я назвал вот это «Строгий русофоб», да. Любое видео, я считаю, камикадзе, вот, рандомно выбирай. Рандомно выбирай видео ОМТВ, там, «Новости сверхдержавы», «Сотник» и всякие другие оппозиционные каналы. Выбирай любое видео, смотри, или парочку. И мысль о том, что в этой стране, или, возможно, даже в этом мире, нужно трижды задуматься о том, чтобы создавать новый проект себя. Новый проект себя, понятно, детей. Называйте как хотите. У кого-то сейчас есть дети, и кто-то думает, «Это не мой проект, это моя любовь, там, всей жизни, бла-бла-бла». Здорово для тебя. Серьезно, здорово. Я абсолютно не против. Мне даже больше скажу, мне все равно. Но, называй это, короче, как хочешь, я называю это вот так. Типа, проект, не знаю, потомство, чадо, хрен знает что. Я бы вот трижды задумался о том, чтобы сводить ребенка. Я не против заведения детей в принципе. Просто есть еще такая возможность, если доступно, конечно, рассмотри предложение, так сказать, в детдомах. Серьезно, к сожалению, предложение, да. К сожалению, там тоже деньги крутятся и прочее. Но посмотри предложение на детей в детдомах. Усынови и сделай из этого предложение, из этой формальности. Тоже, не поймите меня неправильно, но в Германии бумажные волокиты по усыновлению просто гигантское количество. У меня вот, или у нас с Камилой в актуальной ситуации нет ни одного шанса усыновить ребенка, окей? На одного ребенка, сироту, в Германии приходится 20 семей, которые конкурируют между собой, среди которых выбирают, сколько они получают, сколько им лет, имидж, стабильность и прочее, прочее. Недвижимость, где живут, какая площадь и так далее. Куча факторов, между которыми образуются, да, вот такие конкурентные условия. И в итоге, когда ты прошел все эти ступени, в России, я уверен, тоже, возможно, меньше, но аналогично сложно получить, усыновить ребенка, когда ты всю эту волокиту, которая не связана с социальной частью, да, не связана с отношением с ребенком, прошел, то вот это предложение из детдома, вот этот ребенок, ты его усыновил, он становится настоящим человеком, да, окей? Я думаю, это понятно. К сожалению, да, бумажную волокиту, сначала ее нужно пройти, а потом уже начинаешь думать о человечности и прочее. Потому что если ты до этого будешь думать, типа, там, вот, я бы с удовольствием, да, елки-палки, да, дайте мне этого ребенка, он получит максимум любви и так далее, ты уже начинаешь эмоционально как-то связывать себя, но при такой конкуренции ты просто можешь не получить этого ребенка, и тебе тогда что? Придется следующее выбирать. И в любом случае тебе придется со старым ребенком, так сказать, который ты сначала рассматривал, как-то разрывать эти эмоциональные связи, и я думаю, это понятно, да? Окей, я все это объясняю несколько раз, потому что столько неправильных интерпретаций, к сожалению, в комментариях происходит, но строгие русофобы, да, пропаганда на российских ТВ, это просто что-то с чем-то. То есть ребенка я бы не стал делать ни в России, в принципе, нигде в мире, усыновил бы я, если бы были такие возможности, и, в принципе, я в какой-то момент прочувствовал или посчитал, оценил бы свои действительно компетенции и возможности относительно воспитывания ребенка как оптимальные, тогда я бы, в принципе, задумался об этом вопросе. Но не ориентируясь на, типа, вау, нужно делать ребенка, все делают, это уже любовь и эмоции. Ёлки-палки, у тебя наверняка есть знакомые, которые немножко просчитались, у которых не хватает ни времени, ни ресурсов, чтобы воспитывать в должной степени своего ребенка действительно самостоятельно, а не делегировать эти обязанности на детский сад, приставку, компьютер, друзей, школу и прочее. Помоги им в воспитании, помоги им в воспитании, потому что некоторые серьезно. Два года, пожалуйста, иди в детский сад, там, продленка и прочее. Если ты сможешь продленку хотя бы заменить у своих друзей и знакомых для их ребенка, то это уже, считай, отлично, на мой взгляд. Но, да, пожалуй, дальше. Ёлки-палки, блин, серьезный ветер. По-моему, весь дом шатается, у нас здоровый дом, ёлки-палки. Но он не самый высокий, но все равно ветер сумасшедший. И, пожалуй, болтологию в этом видео закончу. Это было бонус-видео, можете комментировать, конечно, по всяким разным темам. В том числе, бонусом скажу, да, что, надеюсь, будут покатушки, надеюсь, прекратится этот просто ураганище. И, конечно же, пишите всякие темы, которые нужно будет раскрыть в ближайшие дни или что. Анонсом скажу, что будет про этот Казахстан. Это обязательно. Потом будет про Skyway. Skyway. Все друзья Дуюна и все, кто на Инстаграм подписан мой, знают тему. В том числе, у меня есть новый Инстаграм. Обязательно подпишитесь туда. В основном я пащу там всякие прикольные вещи, творческие, не знаю, реже, какие-то мысли. Не знаю, зацените просто, он называется Veritas Bombs, то есть просто наберите Veritas Bombs на Инстаграме и обязательно найдете этот аккаунт. Это было все на сегодня, пожалуй, все, бонус-видео уже делать не буду. Спасибо огромное за просмотр и оценку этого видео. До-до. Продолжение следует.